Проконтролировать выполнение наказов избирателей теперь можно в онлайн режиме. Специальный мониторинг вывели на интернет-портал. Сегодня официально объявили о его запуске. Сегодня в кабинетах подстанции скорой помощи уютно. О том, как приходилось работать пять лет назад, здесь вспоминать не любят. Говорят, разруха была полная. К тогда еще кандидату в депутаты избиратели отправились прямо на машине скорой помощи. Требовался ремонт на подстанции. В связи со сложной ситуацией в стране он отбегался в течение нескольких лет. И помощь депутата в том числе привела к ускорению ремонта. Сейчас здесь есть даже зимний сад. И медикам не надо искать подтверждение, что их наказ исполнен. Тем же, кому не так очевидно, в помощь специальный интернет-портал. Сегодня, в реальном времени, любой избиратель может проследить на своем избирательном округе, как работает депутат. И думаю, что это очень важно. Это показывает, как он работает, как он активно работает с правительством, как он отстаивает наказы, которые были даны ему в предвыборной кампании. Такой портал первый в России. Как выполняют наказы, можно увидеть не только по избирательному участку, но и отдельно, по каждому кандидату. Кому хочется диалога, может воспользоваться другим сайтом. Электронная демократия. Нужна ли такая функция еще и на новом портале, авторы пока не решили. Если будет необходимость именно по этому ресурсу сделать конкретное, мы подумаем, как это сделать. Но такой инструментарий сейчас есть. В принципе, dem.nco.ru, так у нас сайт запущен. Там можно все свои замечания, в том числе и по исполнению наказов депутатов, оставлять. Всего депутатам региона избиратели дали больше 2500 наказов. Примерно треть уже исполнена. Больше 40% в работе, остальные в планах. И даже если во время ближайших выборов депутат в округе поменяется, то наказ достанется ему по наследству. А значит, будет исполнен. Наталья Цопина, Антон Мамаев, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok